Григорий, ну не в лучшей форме по победным матчам под кой этих сезонов. Насколько это давит и вообще насколько неприятно проигрывать на этот сезон? Ну, проигрывать неприятно всегда, но все знают, какая у нас ситуация, то что у нас больше половины команды травм, поэтому как наиграешь ты, то ты играешь в состав и систему, поэтому приходилось работать с тем, что есть. Несмотря на поражение, есть, так скажем, подвижки системные, для молодых пацанов это тоже очень хороший опыт был, поэтому всем дали возможность попробовать, кто-то очень долго не играл в большинстве, даже в большинстве поиграл, это я про себя там и еще про ребят. Поэтому как бы не казалось, что вроде как там проигранные игры, но через эти игры мы набирали формулы и плюс еще смотрели, кто на что способен. А на ваш взгляд, почему столько травм? Вы себе находили какое-то объяснение в этом канале? Я думаю, здесь, ну, то есть у меня-то травм не было, какие-то там, когда нагрузки пошли, да, это в любом случае там походают знать, но у нас была достаточно такая напряженная работа связана, и очень много борьбы было. Может быть, просто кто-то из ребят не был готов к такому напряженному графику, не только игровому, но и тренировочному. Я часто спрашиваю о негативном фоне вокруг команды после прошлого сезона, но вам не кажется, что он после этой тресезонки еще больше сгустился над вами? Да ну хватит уже про эти негативные фоны, дайте нам спокойно готовиться. Мы, не то что, у нас есть свои там определенные цели, но не слушать про негативный фон. Мы все прекрасно про них знаем, да, что он существует вокруг, но у нас есть, наверное, такое, что-то более значимое, чем просто негативный фон, это выигрывать матчи, выигрывать Куба Гагарина. Григорий, на первые два месяца очень плотные предстоят, а практически полчемпионата придется сыграть. Вот насколько команда сейчас готова к такому напряжению? Ну, сейчас ребята потихоньку восстанавливаются, которые были вначале травмированы. Я думаю, что в ближайшую, там, не знаю, неделю уже состав будет полностью укомплектован из тех, кто там травмирован. Поэтому будем смотреть это начало сезона. Я думаю, сейчас все команды, это каждый сезон, кто-то вкатывается у кого-то, кто-то выстреливает, кто-то просаживается. Смысл в том, чтобы команду подвести к плей-оффу в оптимальной форме. А сейчас, как бы, такой момент, конечно, очки и победу никто не отменял, но если бы, я не помню, чемпионство дается за общий чемпионат? Чемпион России нет. Ну вот, если бы давали, все, может быть, рвали что-то одно место. А сейчас все бьются за куба Гагарина, поэтому все готовятся к финальной серии. Оптимальный состав и наигранные, там, тройки сочетаний, извините. Немножко как раз вот насчет наигранных сочетаний, немножко непонятно. Понятно, что травмы там сборные и непонятно, каким сочетанием будет салат играть. Вы сами там за три дня до старта чемпионата, вы понимаете? У нас, вы, наверное, видите, что у нас много новых ребят, достаточно такая удлинилась скамейка. Поэтому, я думаю, тут будет присутствовать еще момент ротации. Есть какие-то там основные тройки большинства. Те ребята, которые решают там задачи игровые, а также у тренеров сейчас очень хороший маневр для того, чтобы менять игроков. Плюс еще добавился у нас, говорят каждый год об этом, про агрессивный стиль. В этом году мы реально на каждом отрезке нужно бежать, нужно втыкаться, нужно забирать эту шайбу. Ну, то есть стараться надавать сопернику где-то время на принятие решения. Поэтому очень атлетичный хоккей будет, и тут все будет зависеть от правильного становления, правильной подготовки. Хоккей, который вам лучше? Да. Это мне нравится, я люблю везде. Это вы, получается, портального посмотрели? То, что такое атакующий агрессивный хоккей? Я не знаю, у кого это посмотрели, но сам сейчас современный хоккей, я думаю, это предполагает. То, что чем меньше ты даешь времени на принятие решений, тем больше шансов, что соперник сделает ошибку, и ты за эту ошибку можешь наказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!